Всем привет, друзья! С вами Слава, Артур, и сегодня мы вам покажем, как делать крабика на турнике. Поехали! Есть несколько вариаций делать крабик. Я, к сожалению, умею только одну и буду рассказывать вам по поводу этого способа. Итак, первое. Ну, как и во многих элементах, которые можно делать на турнике, нужно закинуть сначала ноги наверх. Затем вы должны переставить либо левую, либо правую ногу, в зависимости от того, в какую сторону вы хотите сделать этот элемент. Поставить ее на турник и силой ноги вытолкнуть себя наверх, чтобы сделать одной рукой флажок, второй удерживаться. Потом просто ставите спину на турник и дожимаете наверх. Так, во-первых, чтобы было для начала проще, используйте разный хват. То есть, допустим, если вы хотите делать это на правую сторону, ваша правая рука должна ладонью смотреть на вас. Если на левую, соответственно, наоборот. Я буду делать на правую. Вы схватились, потом закидываем ноги наверх. Так, после этого... Блин, тут надо крутиться тебе. Да-да. После этого вы должны ногу поставить на турник. Вот таким образом. Затем силой ноги вы себя поднимаете наверх и начинаете сгибать обе руки. Когда вы вот так поднялись, легче будет, если вы сможете перетащить руку ближе, чтобы они были рядом. Вот так. Потом вторую руку можно отодвинуть дальше, как вам удобней. И дожать. Если вы с этого положения начинаете подниматься наверх и не можете дожать, чувствуете, что задеваетесь либо спиной, либо ягодицами, сделайте мах вперед и назад. Раскачавшись, ваше тело сможет легко, спокойно залететь наверх турника. Так, ребят, ну и для начала, прежде чем делать этот элемент, вам надо бы научиться делать офицерский. Так как что в офицерском, что в выходе крабом, вам придется висеть на одной руке. Ну, либо не совсем на одной, помогать второй, но все же. То есть, если вы не сможете вот так на одной руке висеть, то сразу мимо. Ну и плюс ко всему, это можно тренировать еще и отдельно, когда вы просто запрыгиваете на турник и делаете выход на дно, но не дожимаете, а просто висите. Так, ну и сейчас я покажу, как лучше всего висеть во флажке. Взяться нужно опять-таки разным хватом, чтобы было удобней. И закинув одну руку, вы второй не дожимаете, а висите. Вот. Так же можно упереться себе в бок, чтобы не падать вниз. Вот. Если вы так сможете висеть длительное время, без рук или с помощью руки, то тогда будет великолепно, господи, что я говорю. Короче, у нас тут шайка собралась, короче, и кто-то из нас сейчас попробует сделать тот же элемент. Погнали. Да, Меганна, ногу, сука, закинуть. О, кстати, проблему ногу закинуть. Ну, ты крупно снял, кстати, ногу мою? Угу. Отлично. Давай-давай. И осталось раскачаться и... Оп. Хорош. Ну, кстати, ты показал еще с раскачкой. Это замечательно. Блин. Я, я не так взялся. Руку переложил. Я не тем хватом взялся. Блин. Это было больно. Я вот... У меня аж сустав хрустал. Я вот и когда показывал, я тоже себя пересиливал, чтобы рук не перехватить. Первый раз неправильно взялся просто. Сейчас все нормально. О, я вспомнил в подводящие упражнения. Рассказывай сразу же. Так, давай перейдем вот туда, к скамейке, потому что у нас низких турников нет. Это, короче, когда это, подтягиваешься вот так за спину. Ищите первый попавшийся низкий турник. Так как на нашей площадке нету низкого турника, будем использовать штангу и подручные эти материалы. Я Артур. Я Артура. Артур подручный материал. Короче, вы ставите ноги назад и начинаете подтягиваться к спине. Нужно подтягиваться к пояснице. Таким образом акцентируется внимание на бицепсе. И вы получите как раз тот самый необходимый момент, когда вы с этого положения снизу залетаете наверх. Вот эти подводящие элементы можно делать в совокупности с тренировкой бицепса. Так как здесь действительно очень сильно он напрягается. Получается примерно три раза в неделю вполне достаточно. Делайте вот это упражнение, пять подходов от десяти до двадцати повторений. И у вас сила бицепса на несколько недель вперед прокачается. Что говорить будем толпой? Всем пока. Всем пока, говорю. Всем спасибо. Всем пока. Всем спасибо. Всем пока. Давай все вместе. Да. Раз, два, три. Всем спасибо. Всем пока.